В Петропавловске общественники дали старт благотворительной акции «Добрые лапы». Согласно ее условиям, перерабатывающие предприятия в течение трех месяцев будут принимать макулатуру, пластик и электронные отходы в пользу приюта «Белый Бим». Подробности далее. Мы в ответе за тех, кого приручили. Не все относятся к этой фразе серьезно. Каждый день в приют попадают новые животные и нужны средства, чтобы обеспечить их проживание. Общественники стараются проводить различные акции, одна из которых – «Добрые лапы». Все средства со сбора вторичного сырья организаторы направят на счет приюта. Каиржан Айсин – руководитель проекта «Бергемос Айала» в рядах экоактивистов уже более 10 лет. И это не первая инициатива в поддержку «Белого Бима». У нас проект общенациональный «Бергемос Айала». У нас пока останутся подобные акции для приюта для собак. Также будут в Астане, в Матеши, Мкенде проводиться подобные акции. Мы хотим расширить географию нашего проекта. Будем рады, если люди отзовутся на нашу акцию. Ждем всех и ждем ваших звонков. Стоит отметить, что «Белый Бим» является домом для 500 четвероногих. А все начиналось с одной жительницы Петропавловска и ее большой любви к собакам. Екатерина Королева, руководитель приюта, даже сменила свою квартиру на частный дом, ведь собак у нее уже 20. Отмечая, что организовать это учреждение помогали все неравнодушные люди. Кто строим материалом, кто финансами, а кто просто кормом. По словам хозяйки приюта, горожане сами привозят животных – сбитых авто, больных, раненых и покусанных. Но по большей части здесь, конечно, брошенные. Первый год, когда мы только начинали, в основном мы брали собак с промзоны, где-то там бездом, когда пошел снос, прям активно такой большой, снос частного сектора, уже пришлось забирать собак оттуда. Потому что люди бросают и уезжают, чтобы люди ответственно относились к животным, чтобы не оставляли. Всегда можно найти выход, можно пристроить. Есть у нас друзья, знакомые, коллеги и так далее. Как-то постараться соцсеть сейчас есть. Инициативу подкрепили подписанием меморандумов. Организаторы надеются на помощь и отзывчивость североказахстанцев. Напомним, что при сдаче макулатуры, пластика и электронных отходов в пунктах приема вторичного сырья организации «Рим Казагра» и СКО «Вторресурс» достаточно упомянуть акцию «Добрые лапы». Адилия Кушекова, Урал Амренов, Служба новостей.